Проведение международного турнира по айштоку в нашем пограничном городе готовились почти два года. Поводом принять Кубок Европы в Бресте стало удачное выступление на чемпионате мира белорусской женской сборной. В итоге на лёд со штоками и волей к победе вышли представители 40 команд из 9 стран мира. От хозяйки турнира выступили 5 команд. Одна из Гродно, 4 – Брестки. В этом году в Чехии мужчины тоже под группой Б взяли серебро. То есть у нас идёт очень большой прогресс, увеличивается число участников, в первую очередь это молодёжь. И молодёжь радует талантливая, способная и показывающая хорошие результаты. Я думаю, что айшток после вот этого турнира будет развиваться большими темпами. В Беларуси айшток развивается быстрыми темпами, поскольку белорусы имеют возможность выезжать за границу, представлять свою страну и перенимать опыт у профессиональных игроков. Сегодня Кубок Европы проходит на высоком уровне. Это касается и организации, и подготовки. Родина айштока или баварского кёрлинга принято считать страны, расположенные на вершине Альпийских гор – Германия, Австрия, Швейцария и Люксембург. На замёрзших горных озёрах в эту игру европейцы начали играть 400-500 лет назад. Почти все немцы играют в айшток с самого детства. И если раньше гонять шток по льду можно было только зимой, то сегодня в силу потепления играют круглый год. Более того, айшток уже давно вышел за рамки досуга, став спортом, который имеет свои правила. Большое внимание уделяется развитию этого вида спорта в Германии среди молодёжи. Например, в школе айшток является отдельным предметом по физкультуре. А в этом году в учебных заведениях было введено новшество. После обеда учитель собирает группу детей, которые дополнительно занимаются айштоком с профессиональными игроками. Первый раз белорусская команда отправилась на чемпионат Европы по айштоку в Германию в 2009 году. Один из пяти представителей команды Анатолий Дулевич признаётся, что в то время мало кто умел держать шток в руках, не говоря уже о точности удара. Однако сегодня спорт настолько стал популярен, что в него не только играть научились достойно, но и коллектив участников заметно увеличился и помолодел. Этот спорт, как и все остальные, спорт для молодёжи и для всех остальных. Но молодёжь, несмотря на то, что я уже занимаюсь давно, молодёжь в настоящее время уже нас обгоняет. И это должно быть так. У нас замечательные молодые ребята, которые играют супер, и я думаю, что они сегодня покажут свои силы. По итогам соревнований среди мужчин по айштоку Кубок Европы завоевали немцы. Они же заняли второе и четвёртое места. Бронза досталась австрийцам, ну а лучшей белорусской командой стала Брест Юниоры-1, ставшая девятой. Учитывая то, что сегодня айшток набирает обороты популярности не только в Европе, но и в мире, этот вид спорта – один из главных претендентов на попадание в программу Олимпийских игр.